МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну что же, съемки у нас, как всегда, экстремальные. А подо мной очень экстремальный конь. Ну, от Japan Car, потому что Japan Bike решили не делать фирму. Но решили привозить вот такие мотоциклы. Что за мотоцикл? О, мотоцикл с объемом двигателя в 1,3 литра. В очередной раз с удовольствием представляем мотоцикл, описания которого в России нет. Да и в англоязычном интернете тоже. Да потому что Honda CB1300 Super 4 не поставлялась в открытую ни в Америку, ни в Англию. А ввозилась в основном серыми дилерами. То есть это, по сути, оторванный мотоцикл с 4-тактным, 4-цилиндровым двигателем водяного охлаждения, выдающим 115 лошадиных сил при оборотах 7500 и 117 ньютонов на метр при 6000 оборотах. Мотоцикл, по моим ощущениям, это почти 600-ый Мерседес. Есть, конечно, в Японии и другие мотоциклы. Но вот этот для меня в самую тему. Почему? Ну, потому что я всю жизнь, с детства, мечтал купить себе две вещи. Это 600-ый Мерседес. Ну, вот купил, да. И мотоцикл 4-цилиндровый, а с 4-мя карбюраторами. И который меня недавно, вот буквально 5 минут назад, я поставил свой совершенно уникальный для меня рекорд скорости на мотоцикле. Дело в том, что и категория А у меня есть, а раньше был мотоцикл Восход. Ну, если кто-то помнит, ковровец такой. Этот мотоцикл ускоряется с бешеной скоростью. Предел в 160 км в час с нуля практически я достиг почти за 3 секунды. Вот что надо покупать. Так, теперь цена вопроса такого супербайка. Цена вопроса, в принципе, не большая. А конкретно 175 тысяч рублей. Ага, сколько этот байк проехал? Вы думаете, что он ушатный? Да нет. За полторы тысячи километров ушатать байк очень сложно. То, что я назвал карбюраторами, не совсем правильно. Это четыре 36-мм ПГМ-Ф1 инжекторы, каждый на свой цилиндр. Все это вращает в пятискоростную коробку и далее через цепь задней шины. Естественно, ZR 17-дюймовые 190 на 60. Передняя коляска тоже на 17 дюймов, но поменьше. На одном литре бензина он проезжает 16 километров, выдавая на гора скорость в 232 км в час и пролетая 400 метров за 11 секунд. Мотоцикл настолько понравился водителям, что с 1998 года, а именно тогда эта модель была представлена публике, этот мотоцикл выпускался вплоть до 2010 года. И представьте себе, сколько их было сделано. А в чем секрет успеха? Да потому, что он как котенок в управлении. Он прост как ковровец, комфортен как чопик. И при этом это совершенно дикая кошка, когда надо валить по полной. Из субъективных ощущений понравилась, очень понравилась коробка. Для ушибающего эффекта можно потыкать. Для перемещения спокойного по городу хватает одной пятой. И этой пятой хватает на все. Достаточно высокая подвеска позволяет вам кататься и там, где спортбайк не пройдет, а эндуро брать рановато. Единственное, что не надо забывать, так это полный бак топлива. Honda SB 1300 Super 4 не только честно отрабатывает литры, но и честно жрет, как голодный лев. Хотя расход 6 с небольшим литров на сотню и недостижим для 5-литрового автомобиля, но в пересчете на пассажиров позволяет утверждать, что объемный байк никак не экономное удовольствие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok